Ну и, наверное, правильнее было бы сказать, что надо забыть эту проблему вообще и перейти на уточнение диагноза, из-за чего дети либо болеют часто простудными заболеваниями, либо под маской простудных заболеваний скрываются какие-то другие заболевания. Это сложно, это трудно. Намного проще сказать ЧБД, отстаньте от меня и ищите какие-нибудь новые средства. Благо, Дмитрий Алексеевич сказал, что 6 килограммов книжка по побочным эффектам и нежелательным явлениям фармакологических препаратов, то если сложить все книжки по выпускаемой у нас под маркой эффективных и безопасных лекарств от ЧБД, наверное, те же 6 килограммов. О чем пойдет речь? Речь пойдет о том, что по-прежнему основные битвы происходят вокруг того, что считать ЧБД. Вот то, что принято, либо то, что сейчас провозглашается. 7, 8, 9. Я сразу вспоминаю анекдот по поводу урока математики в одной из школ на Кавказе, когда учитель спрашивает, сколько будет дважды 2. И кто-то говорит 7, кто-то 8, а Заза говорит 5. И учитель Мах говорит, Заза, умница, иди домой, тебе тоже 5. Не об этом идет речь, доктора. Потому что если мы будем считать просто частоту заболеваний, то мы с вами столкнемся вот с тем, что было в свое время показано Ниной Алексеевной Коровиной и нами. Дети первого года пребывания в детском коллективе болеют намного чаще. Если мы будем использовать только эти критерии, то окажется, что до 60% детей первого года пребывания, особенно в младших группах, должны соответствовать вот этому разделу ЧБД. Вопрос. Если в популяции детей определенного возраста встречается так часто эта проблема, то может быть это норма? Или другое? Может быть это эпидемия? Нас услышали те, кто занимается организацией здравоохранения, и начали нам рассказывать о том, что мы неправильно понимаем посылы, которые они производят. Нам стали говорить, что надо считать другие статистические показатели, что нужно выбирать так называемые варианты, которые называются условно, либо истинно часто болеющие. А в основе, если хотите, критериев, опять-таки подсчеты какие-то. Надо все это забыть, доктора. Потому что все это не имеет никакого отношения к ребенку, который болеет чаще, чем сверстник. Потому что в основе лежит только одно – подсчет. Во-первых, подсчеты, все подсчеты, которые мы сейчас обсуждаем, не всегда правдивые. Нередко эти подсчеты основаны только на листе уточненных диагнозов в истории развития ребенка. А каждый вызов, безусловно, должен быть оплачен страховой компанией. И даже если там на копейку клиника аустро-респираторной инфекции, мы обязательно это сделаем. Подсчитав потом, окажется, что ребенок болеет намного чаще, чем сверстник. Это первый вариант. Вариант второй. Ребенок действительно болеет, но не каждый раз обращается за помощью, поскольку есть мама адекватная, бабушка, которая может посидеть с ребенком, а не отправить его в детский сад. И в лист уточненных диагнозов, естественно, так как не было вызова, этот диагноз не учитывается. Вывод какой? Статистика ни о чем здесь нам с вами не говорит. Ни о чем. Почему? Потому что если ребенок болеет действительно чаще, то мы должны все остальное тоже обсуждать. А что же остальное? А вот что. Нужно искать причины, провоцирующие факторы. Понимать, в каких условиях происходит повышенная заболеваемость. Ребенок посещает организованный коллектив, либо он домашний, и у него нет старших братьев, сестер, которые ходят в организованные коллективы, могут стать источниками инфекции. Он проживает в коммунальной квартире, где кроме этой семьи еще три, две семьи, где тоже есть маленькие дети, которые посещают организованные коллективы. Социальный статус, статус культурный этих родителей, особенности его фоновых состояний, семейный анамнез, наследственная отягощенность, клиника каждого эпизода. Вот все это необходимо учитывать для того, чтобы решить вопрос вообще, как быть с этими детьми. Для того, чтобы в целом исключить эту проблему из нашего с вами обихода, нужно понять, нам надо перейти на нозологический характер верификации, надо искать диагноз. До тех пор, пока мы это не сделаем, нам приходится играть в эти игры. Какие игры? Мы договорились в свое время, что здесь нельзя рассматривать детей, у которых есть первичная патология. Ведь до 90-х годов к ЧБД относили вообще людей, любых детей, которые часто болеют любыми инфекционными заболеваниями. Инфекционные поражения кожи, инфекция мочевых путей, кишечная инфекция. Инфекции суммировалось все это в течение года. Слава Богу, в 90-е годы вышли на понимание, давайте хотя бы респираторные инфекции будем только учитывать, для того, чтобы здесь, в этой группе как-то искать. И будем за ними устанавливать диспансерное наблюдение, понимая, что большая часть из них адаптируется и перестанет болеть. Но, может быть, пока можно остановиться на этом этапе, понимая, что это все транзиторные состояния. Но все равно, чем быстрее мы начнем искать причины, провоцирующие факторы, тем быстрее мы поймем, с чем связана его повышенная заболеваемость. Либо под маской этого ЧБД какое истинное заболевание скрывается. И принципиально важным в свое время было следующее заключение. Что нужно уйти от понимания ЧБД как от диагноза. Это не нозологическая форма. А поскольку это не нозологическая форма, то, значит, в каждом конкретном случае этиологические факторы. И патогенез разный. Тогда что же мы ждем от оздоровления ЧБД? Оздоравливать состояния, которые не имеют единого этиопатогенетического компонента. Значит, иметь низкую эффективность проводимых мероприятий. Вывод какой, доктора? Тот, с которого я начинал свое сообщение. Нам нужно искать причины. За 10-летний период в конце 90-х годов анализа этих причин мы пришли к следующему выводу. Что дети, которые приезжают на оздоровление в один из хороших специализированных пульмологических санаториев, в третий случай, несмотря на то, что минимум полтора года уже наблюдаются в группе часто болеющих детей, не имеют диагноза. Причины, провоцирующие факторы не расшифрованы. Они остаются ЧБД. Проводится масса, в том числе и фармакологической реабилитации, без особого эффекта. И вот здесь, на этапе санаторного оздоровления, вместо того, чтобы действительно подключать реабилитационные мероприятия, оздоровительные мероприятия, приходится начинать искать причины этого. И что же мы видим? Более чем у полутора тысяч детей за этот десятилетний период, педиатрическими, только педиатрическими, здесь не было специализированной какой-то помощи, удается выяснить, что почти у 30% детей имеет место гастроэзофигальный рефлюкс. А следовательно, агрессивная кислая среда желудка, попадая в ряде случаев в носоглотку, глотку, способствует более высокому уровню восприимчивости к инфекции. Не купировав это состояние, все остальное не даст эффект. Дальше, очень важный момент. Примерно каждый пятый ребенок находится в состоянии упорно персистирующей герпетической инфекции. Почему? Да потому что не повезло этому ребенку. Придя в детский коллектив, одной из первых инфекций, с которыми он там столкнулся, была герпетическая инфекция. Инфекция, которая остается в организме пожизненно. Но если правильно вести его в момент остроты процесса, вывести из коллектива, дать возможность снизить активность без суперинфекции обычными респираторными вирусными инфекциями, постепенно-постепенно это все стабилизируется, нормализуется и не будет высокого риска реинфекции, рецидива. Кстати, следующий доклад будет как раз этому посвящен. А нет, ребенок пришел, 10-14 дней, лихорадка оккупировалась, состояние улучшилось, он идет опять в детский сад, а там очередная респираторная инфекция, риновирусная инфекция, парагрипп, аденовирус. И это все стимулирует длительную персистенцию с активным процессом. Следующий очень важный момент. Под маской частых простуд на самом деле вовремя не распознаны аллергические заболевания. Аллергологи, еще раз подчеркну, это только мы, педиатры, без специальных аллергологических методов верификации диагноза выявления этих состояний. А аллергологи говорят, что до 25-30, некоторые говорят до 40% под маской ЧБД скрываются вовремя нераспознанные аллергические поражения органов дыхания. Ну и наконец, посмотрите, 6% истинных, серьезных иммунопатологических процессов, на которые не обращали внимания. А ведь эти дети, в том числе и аутоиммунные заболевания, эти дети получали целые серии курсов, в том числе иммуномодулирующих препаратов. Это серьезная проблема, свидетельствующая о том, что необходимо вначале понять, из-за чего ребенок болеет, чем он болеет, а только после этого определяться с терапией. Именно так мы можем повысить коэффициент полезного действия, проводимых нами мероприятий. Вот я опять касаюсь этого же вопроса, и еще не раз буду, наверное, смогу даже надоесть вам сегодня, потому что все время буду говорить об одном и том же. Нельзя одной гребенкой расчесывать все эти буйные головки под названием ЧБД. В каждом конкретном случае есть своя причина. Таким образом, обязательно необходимо обращать внимание, если ребенок уже болеет, на все факторы, которые сейчас представлены на экране. Но, оказывается, можно было бы предупредить развитие повышенной респираторной инфекционной заболеваемости, если бы мы не просто для галочки, для проформы собирали бы семейный анамнез до того момента, пока ребенок начинает еще болеть. А вот тут очень действенная профилактическая система могла бы быть выстроена, первичные профилактики рекуррентных респираторных инфекций. И поэтому очень важно было бы обратить внимание на эндогенные факторы риска. Собирая анамнез ребенка, семейный анамнез, мы понимаем, что дети, у которых неблагоприятное течение анте, интро и раннего постнатального анамнеза, вероятнее всего, будут отличаться от восприимчивости к инфекционным агентам по сравнению с детьми, у которых этих факторов риска нет. Это, безусловно, необходимо обращать внимание на семейные особенности. Если родители в детстве тоже часто болели простудами, если у них были осложнения ведиатитов, аденоидитов, кому-то требовалась аденотомия, кому-то тонзилоктомия, вероятность того, что ребенок пойдет по этому пути, если не будут предприняты профилактические меры, весьма высока. То же самое мы должны помнить и о детях, имеющих конституциональную предрасположенность к позднему старту. Ведь не зря мы с вами выделяли в свое время особенности предрасположенности диатезы, лимфатические диатезы, предрасположенность к этому. Ну и, наконец, надо обращать внимание на сопутствующие заболевания. Ирина Николаевна сегодня уже коснулась этого, я в своей небольшой части тоже буду касаться этого. Любые состояния, приводящие к необходимости назначения антибиотиков, либо даже ошибочное назначение антибиотиков, безусловно, будет влиять на микробиоциноз. Все связано в этом мире. И своя, собственно, эндогенная флора является одним из очень хороших тренеров иммунитета. Безусловно, все микроорганизмы, с которыми сталкивается макроорганизм, в той или иной степени тренируют иммунитет. Не зря название приобретенного иммунитета адаптивный. Но мы ведь с вами сейчас потеряли такое понятие, как естественный отбор. И поэтому лучше, чтобы тренировка шла либо за счет эндогенной флоры, либо за счет вакцинации. Об этом надо помнить. Но недоучитывать сопутствующие заболевания мы не можем. Если мы с вами будем исключительно подбирать препарат для того, чтобы ребенок редко болел, не поняв, что у этого ребенка есть фоновые состояния, сопутствующая патология, не компенсируем эти состояния, мы с вами не получим ожидаемого результата. Как правило, в тех случаях, когда все, что только что было перечислено, не учитывается, либо учитывается формально, но не создается действенная программа профилактики, разрешающим фактором является расширение числа контактов. Любая социализация, чаще всего начало посещения организованного коллектива. Хотя в крупных городах это может быть и поездка в транспорте, поход в торговый центр, попытка улучшить возможность общения с детьми в центрах развития. Любые контакты, их расширение приведет к тому, что у ребенка риск инфицирования возрастет. И, естественно, это все будет сопровождаться более высоким уровнем заболеваемости по сравнению с тем периодом, когда ребенок ограничен был в числе контактов. Мы все с вами носители микроорганизмов. Все. Более того, если стерильные у нас будут, если у нас слизистые будут стерильные, значит, большая беда нас ждет впереди. Не бывает стерильных слизистых, это надо четко себя представлять. Более того, природа специально сделала так, чтобы стерильные слизистые не существовали, потому что все время должен быть тренинг. Все время дендритные клетки, нейтрофилы, макрофаги, натуральные киллеры все время ощущали прессинг и все время отвечали. Лучше, чтобы отвечали на свои собственные микроорганизмы. У подавляющего большинства детей период ознакомления с окружающим макровселенной микромира заканчивается тем, что они адаптируются, они вырабатывают иммунитет, их приобретенный иммунитет позволяет им переживать эти ситуации значительно легче, инфицирование не приводит к развитию инфекционного воспаления и так далее. Какая-то часть детей остается по уровню заболеваемости на исходном уровне в момент, когда они только начали контактировать с большим количеством микромира. И вот за этими детьми нужен особый уход. Именно среди этих детей нужно искать более серьезные проблемы. Ну и, собственно, почему так происходит? Потому что микроорганизмов очень много, механизмы пути передачи весьма простые, легкие, аэрогенный, контактный путь, скучность детей в создании организованного коллектива, как правило, вново организованного коллектива, позволяет существенно увеличить число инфицирований. Все это, если падает на неподготовленный фон, а в большинстве случаев дети остаются неподготовленные, а если это еще и педагогическая неготовность ребенка к организованному коллективу, это еще стресс, естественно, это все приведет к более высокому уровню заболеваемости. Все это хорошо известно. И вот на каждом из этих этапов можно было бы предупредить развитие заболевания. Вовремя ребенка вакцинировать, правильно его кормить, стараться, чтобы мать как можно дольше кормила грудью, вовремя обводить прикормы. Прикормы должны быть адаптированы, они должны быть обогащены витаминами, микроэлементами. К моменту похода в детский сад ребенок должен педагогически быть к этому и социально подготовлен. Целая стройная система, которая позволила бы более легкой адаптации к изменению жизни ребенка. Но, увы, этого всего, как правило, не происходит из-за очень низкой санитарной культуры родителей. Более того, когда начинаешь с ними это обсуждать, чаще всего ты встречаешь непонимание. К тебе пришли за помощью, чтобы ты дал лекарство хорошее, а ты начинаешь их учить жизни. Увы, доктора, увы. Без этого мы не сможем решить эту проблему. Вот все, что здесь перечислено, это все факторы провоцирующие, разрешающие факторы. Если это ничего не делается, то, в конце концов, наша с вами попытка эту ситуацию исправить приводит к полипрагмазии. А сегодня первый доклад нам рассказывал о том, что лекарственные средства могут быть не только эффективны, но и опасны. Что мы с вами видим в группе детей, которых по-прежнему гордо называем ЧВД. Чаще всего препараты назначаются непоназначением, избыточно, именно в этой группе. Полипрагмазия именно в этой группе пациентов стоит на первом месте среди всех остальных состояний. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот так выглядит средняя частота применения препаратов у детей ЧВД. Летом заболеваемость ниже, и количество препаратов меньше. И как вы думаете, какие основные препараты, которые назначаются здесь? Есть антибиотики и иммуномодуляторы. У кого-то на первое место иммуномодуляторы, у кого-то антибиотики. Ну вот в качестве примера, когда мы необоснованно часто применяем антибиотики. Тонзилофарингиты. Лихорадка, есть топика поражения, налеты, отек. Ну как же оставить такого ребенка без антибиотика? А четко прописано, и все это хорошо знают, что только стрептококковое поражение является показанием для назначения антибиотика. Вот алгоритм, другого ничего нет. Вывод какой? Как можно быстрее внедрять экспресс-диагностические методы? Хорошо, внедрили. В одном из лечебных учреждений внедрили. И в 100% случаев острого тонзилофарингита используют экспресс-диагностический метод. И с гордостью об этом сообщают. А анализ показывает, что антибиотики назначаются в 100% случаев. Вопрос, а зачем тогда внедряли? Если стрептококковая этиология была подтверждена только в 30% острых тонзилофарингитов. Для чего тогда? Деньги потрачены и куда? Доктора, принципиально важно. Это только один из моментов. Практически по каждой нозологической форме все прописано, когда антибиотик может быть назначен. Если теология тонзилофарингита, не стрептококковый антибиотик не нужен, потому что именно стрептококковые поражения чреваты осложненным течением в период инфекции, остроты заболевания, и в постинфекционный период. Все остальные самокупирующиеся состояния. Но можно улучшить качество жизни, можно быстрее экупировать эти состояния, если не использовать антибиотики. Почему? Да потому что есть другие препараты, альтернативные препараты. Главное антибиотик не назначать. Вот вам, пожалуйста, пример альтернативных препаратов. Фитониринговые препараты. Хорошо вам известно. Если это тонзилит, фарингит, не стрептококковый, можно с хорошим эффектом назначать фитониринговый препарат Тонзилбон. Очень интересная работа. Мы всегда любим ссылаться на западные работы. И вот посмотрите, многоцентровое, двойное, слепое исследование по безопасности и эффективности фитонирингового препарата, если речь идет не о бактериальном тонзилите. Замечательная картинка, все отлично, все купируется, все замечательно, большое количество наблюдений. И забываем, что в этом же 2018 году исследование было закончено, но отечественными авторами. И опубликовано было на год раньше, которое показало примерно такую же динамику, как и исследование, опубликованное в американском журнале о тренингологии. А в чем оно заключалось? А в том, что дети с острым тонзилитом, не бактериальным, не стрептококковым, получали либо фитониринговый препарат, либо препараты в виде топических бактерицидных средств химического происхождения. А эффект примерно такой же. Мы видим существенное снижение клинической манифестации. Но эта работа более интересна. Почему? А потому, что нам показали, почему быстрее купируются все симптомы, не только тонзилита, но и другие симптомы респираторные, если ребенок переносит вирусную инфекцию. Оказалось, что те экстракты, которые входят в состав фитонирингового препарата, влияют на выработку провоспалительных цитокинов. Они ингибируют синтез интерлекина 6-го фактора некрозоопухоли, тем самым ускоряя процесс регенерации слизистой. И еще очень интересный подбор, который может свидетельствовать о том, что можно искать альтернативу для применения антибиотиков при рецидивирующем тонзилите, при рекуррентных респиртовых инфекциях. Посмотрите, целая подборка у вас все это есть, вы можете посмотреть потом в ваших буклетах, свидетельствующие о том, что назначение дает возможность не просто уменьшить частоту обострения, но и удлинить период ремиссии, дать возможность реже использовать антибиотики. И это все будет приводить к тому, о чем говорила Ирина Николаевна, к микробиоцину с сохраняющим технологиям. Есть альтернатива, это нужно помнить. Итак, что делать, чтобы все-таки предупредить полипрагмазей? Во-первых, понять, с чем связано данное заболевание, установить диагноз и в каждом конкретном случае назначить терапию этиопатогенетическую. Вот только так мы можем с вами добиться эффекта. В остроту процесса и в качестве профилактики. На первом этапе, еще до того, как ребенок начинает разворачивать картину частых респираторных инфекций, понять, есть или нет факторы риска со стороны его семейного анамнеза, перинатального анамнеза, со стороны его состояния здоровья и так далее, и так далее, и так далее. Отлично. Прошло 10 лет с тех данных, которые я вам показывал, которые мы делали с Нина Алексеевной Коровиной в детском респираторном санатории. 10 лет прошло, были опубликованы работы. Практически на каждом съезде мы докладываем эти результаты. Я думаю, что вам уже даже надоело это все. Вы знаете, и нам тоже это надоело. Но, оказывается, придется опять куковать. Почему? Прошло 10 лет. Мы берем срез трехлетний, десятилетний период с момента опубликации наших об этом. И смотрим за теми детками, которые пришли к нам на прием в консультативное отделение в больницу имени Башляева с жалобой на ЧБД, по-прежнему доктора, на ЧБД. И начинаем анализировать, все ли родители нас услышат, сделают все, что мы советуем. И в конце концов, у какого количества детей мы сможем уточнить причины и провоцирующие факторы. И вот если все это выполняется, то оказывается, что 200, почти 200, ну там кто-то по другим причинам, но почти 200 семей так и не стали заниматься этим. Это муторно, надо обследоваться, надо правильно соблюдать режим жизни, питания, надо убирать облигатные аллергены из квартиры, если вдруг у ребенка сопутствующая патология, респираторный аллергоз и так далее, и так далее, и так далее. Только 60 детей, 60 семей прислушались к нам и стали выполнять наши рекомендации. И у них мы смогли уточнить диагноз. И что же мы с вами можем сказать? Что оказывается, в семейном анамнезе у 63% этих семей имеются рекуррентные инфекции респираторного тракта в детстве. У одного, либо у двух родителей. Фактор риска, да, а он не учитывался. Пошли дальше. Рецидивирующие лорозаболевания, которые сохраняются в возрослом состоянии у 60% семей. Значит, а анамнез же везде собирается. Возьмите 112-е формы. Мы же там патронажного рожденного. Все же расписано, там генеологическое дерево. Для кого это все? Я вам скажу для кого. Для проверки. Не для ребенка, для проверки. Дальше поехали. Для эрогические заболевания. Почти 60%. Ольга Витальевна сидит, как аллерголог, смотрит на все на это и думает, педиатр, что же вы делаете? Чем же вы занимаетесь? Вы анамнез уже имеете, атопическая отягощенность есть. У ребенка рецидивирующий бронхит с абстрактивным синдромом. Вчера только что из Тульской области, из одного города. Причем ребенок наблюдается уже два года у аллерголога. Ему назначают на период обострения бронхолитик и топический ингаляционный кортикостероид. Потом говорят, еще 5-7 дней после того, как лучше станет. И у ребенка неконтролируемая бронхиальная астма. Шестилетняя девочка. Как вы думаете, она приехала по какому поводу? ЧБД. ЧБД. Ну и наконец перинатальный анамнез. Доктора, ничего не изменилось, к сожалению. И нам придется эту тему продолжать публиковать, рассказывать. Я не знаю, как с этим бороться. Не знаю. Намного проще сказать ЧБД, подберите мне какое-то лекарство, чем самому начинать заниматься своим ребенком. И строго выполнять те рекомендации, которые дает грамотный врач-педиатр, либо специалист. Если это не происходит, вот эта картиночка замыкается. Это мы с Нилой Алексеевной показывали еще. В 2001 году, когда стал ясен этот весь наш анализ. И по-прежнему она актуальна. Не учтены эндогенные факторы риска. Не проводится первичная профилактика всех этих состояний. Разрешающий фактор, самый частый, расширение числа контактов. И пошла плясать губерния. Вот вплоть до этого. Это если нет у ребенка еще фоновых состояний. Аллергических, нейтропении, если у ребенка нет гастроэзофагального рефлюкса. Мы берем только респираторные здесь проблемы. Не говоря обо всех остальных. Только. Таким образом, доктора. Вот если возможность реализовать правильно собранный анамнез в строгую, систематическую, постоянную, упорную работу по первичной профилактике, то можно ребенка до начала посещения организованного коллектива, либо до социализации любой, подготовить. Он все равно будет болеть. Да. Но болеть будет реже и не так тяжело. И, может быть, в какой-то степени мы предупредим использование антибиотиков. Тогда, когда можно. Если же это все не сделано, то тогда включается только вторичная профилактика. А вторичная профилактика, увы, по эффекту, значительно уступает первичным мероприятиям. Как не вспомнить лозунги, которые были всегда при входе в медицинские институты в советские времена. Будущее принадлежит медицине. Как там? Предупредительной. Но лозунги, увы, не всегда реализуются в жизни. Таким образом, если мы должны заканчивать эту сейчас тему, то без вот этого всего, без этого базиса, фундамента, вся остальная наша работа, она важна. И именно это мы можем с вами сделать. Но вот это все должно лежать на плечах не только педиатрической службы, но и семьи. Спасибо большое.